Каждую драгоценную минуту свободного времени от химиотерапии и больничных процедур Екатерина уделяет сыну. Гуляет с ним на свежем воздухе, играет в настольные игры. Мальчик с большим нетерпением ждет, когда мама приедет из больницы. Это происходит нечасто. Все дело в том, что Екатерина проходит курс лечения от миодисплотического синдрома в Санкт-Петербурге, в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Десять лет назад у меня случился эпизод непонятной подъема температуры, который я лично не обратила бы на него внимания, но мои родственники, поскольку я выросла в семье врачей, забили тревогу, что так быть не должно. Соответственно, я прошла обследование и выявили тромбоцитопения неясного генеза, которое, в принципе, особого внимания не требовало, потому что со временем я к ней адаптировалась, и она мне не мешала жить. В один прекрасный момент в течение длительного времени у меня была головная боль, которая ничем никак не снималась. Очень сильные боли в лобной части. На МРТ у Екатерины обнаружили изменения в носовых пазухах и порекомендовали сделать операцию. Но во время подготовки лечащий врач-гематолог забил тревогу и направил женщину в Санкт-Петербург, где уже на месте диагностировали страшный диагноз – мелодисплотический синдром. Это тяжелое заболевание крови, при котором необходима донорская помощь. Свою работу в областной ветеринарной станции в должности заведующей Екатерине пришлось покинуть. За год лечения сменилось несколько тактик. Врачи никак не могли подобрать правильную терапию. В итоге остался единственный шанс на выздоровление – пересадка костного мозга. По статистике, братья и сестры должны подходить по типированию, потому что у нас генетический материал один – родители общие. Брат мне не подошел совсем, подошла мне мама. Но поскольку моей маме уже 64 года было проведено обследование, мы уже дошли до стадии, когда я уехала в Санкт-Петербург, ждала маму. Мама тоже приехала в Санкт-Петербург, мы провели обследование. В принципе, клинически она здоровый человек. Но было проведено до обследования, как раз в последний день, когда мне нужно было выпить то самое лекарство, которое оставило бы меня без костного мозга. Прибежал кардиолог и сказал, что все, мы все прекращаем, потому что ее сердце просто не выдержит этой стимуляции. И собрать вещи и поехали домой. Поиск неродственного донора в России ни к чему не привел. Банк костного мозга в нашей стране минимален. Сама процедура по трансплантации оплачивается государством. А вот остальные расходы за пациентом. Отечественный регистр найти донора не позволил. Остались зарубежные. Но для заграничной операции нужны деньги. На сегодняшний день уже собрано миллион триста, около 330. Ну, 900 тысяч осталось еще собрать. Конечно, я хочу сказать большое спасибо своим родственникам, друзьям, друзьям друзей, потому что очень все активно участвуют. Сегодня даже вот наш друг семьи, он увидел бегущую строку, приехал. Конечно, был в шоке. Я себя временами очень неважно чувствую, но у меня организм, ну, видимо, как с тромбоцитопенией адаптировался, так и к низкому гемоглобину он потихонечку тоже адаптируется. Деньги можно перевести на карту Сбербанк. Номер счета на ваших экранах. Екатерина надеется, что совместными усилиями ей удастся собрать необходимую сумму, и в скором времени она сможет вернуться к привычной работе и больше никогда не расставаться со своим ребенком. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».